Играть и просто веселиться! Сегодня все улыбки для вас, ребята! Все тепло июньского солнца вам! Пусть всегда будет солнце! Ура! Сама природа сегодня подарила замечательный подарок детям. Море, солнце и тепла, поэтому радостно было вдвойне. Старт празднику дал концерт на площади Арата, начавшийся в 10 часов. Традиционно сценой стало крыльцо Национального театра имени Виктора Кугола. Зрителям была представлена программа, в которую вошли выступления детских творческих коллективов ТУВЫ. Номера представили детская хореографическая школа Кызыла, ансамбли ЭДГ, Капитошка, Алиса, Реверанс и другие. Мы вместе с нами, все знаем, решение, снимаем нам решение. Для детей у нас запланированы мероприятия, игровые, детские, развлекательные, спортивные мероприятия, также традиционный конкурс рисунков на асфальте, викторины, ребусы, загадки, которые организует централизованная библиотечная система. Всех детей приглашаем активно участвовать. Они могут получить за участие грамоты и ценные сладкие призы. Перед зданием республиканского парламента была развернута выставка детских рисунков. Здесь были собраны рисунки детей со всех уголков республики. На отрезке улицы Ленина, от улицы Тувинских добровольцев до улицы Чульдума, разместилось несколько игровых площадок. Дети могли поучаствовать в эстафете «Веселые старты», конкурсе рисунков на асфальте, игре «Безопасная езда на велосипеде». Ни один ребенок не ушел с праздника без подарка. И сегодня мы напоминаем детям о правилах дорожного движения. Кроме этого, мы с ними изучаем, как правильно водить велосипед, какие атрибуты на них должны быть. Кроме этого, и также изучаем сигналы велосипедиста. В одно из оживленных мест города в День защиты детей превращается Национальный парк культуры и отдыха имени Гастелло. На его территории работают карусели, интерактивные аттракционы. Любители сладостей могли приобрести здесь соки, пирожные, сладкую вату и другие вкусности. В центре парка можно было посмотреть концертную программу. В городе были развернуты развлекательные площадки на территории скульптурного комплекса «Центр Азии», спорткомплексы «Субедей» и других местах. Ресман Гуш, Алексей Филиппов, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».